Это подкаст Сергенты И самое главное, как уберечь лук от этого заболевания, чтобы продукция в склад пошла абсолютно здоровой Когда лук находится в фазе 3-4 настоящих листьев, размер устицы на листовой пластине может позволить патогену зайти внутрь И если еще в этот момент на листе есть капельная жидкая влага, и это в темное время суток, то заражение пероноспорозом практически неизбежно Температурный диапазон от 1 до 28 градусов Цельсия Как вы понимаете, это довольно широкое окно по температуре Как понять, что лук заболел? Как мы это поймем в полевых условиях? При пероноспорозе перо лука начинает увядать сверху вниз Кончики, они теряют окрас, начинают бледнеть, становятся желтыми, теряют тургор и идет постепенное усыхание Если болезнь прогрессирует дальше, то на листе появляется серовато-фиолетовый налет Это и есть спороношение гриба Это одна из главных отличительных черт развития грибных заболеваний от бактериальных Это нужно помнить Также грибные заболевания никогда не начинаются по всей площади поля Они начинаются очагами А уже дальше с помощью ветра, дождя разносятся по всему полю И мы видим уже довольно неприятную картину Потери урожайности от пероноспороза могут достигать до 20% и более Помимо этого падает качество лука Если такой лук попадает в дальнейшем хранилище, будь то он хранится насыпью, либо в сетках То где-то примерно к ноябрю-декабрю месяцу эти сетки начнут прорастать И становятся похожими на зеленую елку Ну это с одной стороны выглядит интересно, но по факту для производителя это не так уж и хорошо Когда твой лук начинает портиться именно в складе А ведь пролежать он должен примерно до апреля, начала мая Именно в этот момент цена на лук наиболее выгодная Поэтому это не только потери в количестве, но и потери в качестве и в хранении Что нужно сделать, какую стратегию выработать, чтобы уберечь лук от пероноспороза? Прежде всего нужно правильно выстроить систему защиты Она должна быть превентивной То есть все обработки, которые будут сделаны на поле, должны быть до проникновения патогена в листовую пластину Ведь подумайте, одно дело, когда патоген уже внутри листа и строит свой организм за счет организма растения Он забирает у него силы И мы работаем каким-нибудь препаратом, неважно Даже если он системного характера и быстро проникает в лист, то он уже его догоняет Патоген сильный, мощный и легко может сопротивляться фунгициду А другое дело, когда действующее вещество находится внутри листовой пластины И патоген, проникая внутрь, с ним встречается, встречается с этим барьером В итоге он погибает практически, скажем так, на месте Поэтому это две разные стратегии И повторюсь, стратегия должна быть превентивная Превентивная обработка это прежде всего Какие продукты нужно выбирать? Тут нужно понимать свойства продуктов, свойства препаратов и этапы развития культуры На раннем стадии, а мы помним, что перанспорозом лук можно заразиться примерно с 3-4 настоящего листа В этот момент ботва еще не так активно растет Поэтому можно использовать и контактные препараты, и либо трансламинарные Если говорить о нашей линейке, то это ревус Он хорошо перераспределяется внутри листовой пластины И защищает растения изнутри, когда быстрого роста нет Когда уже лук начинает активно расти Мы его поливаем, мы его удобряем Повышенная температура, ну то есть солнышко хорошо греет Лук активно растет Здесь нужно то действующее вещество, которое будет успевать за молодым приростом И защищать также его изнутри Из нашего пакета это Редамил Голд МЦ Когда лук подходит к началу второй половины вегетации Ну скажем так, к середине развития Ботва уже не так активно растет, но все же Поэтому можно опять использовать либо трансламинарные продукты, либо системные К таким можно отнести, опять же таки, ревус Либо включить систему Квадрис Вторая половина вегетации ботва абсолютно статична Идет активный рост луковицы Здесь целесообразно использовать контактные препараты Которые должны обязательно обладать функцией дождеустойчивости Мы не забываем, что хоть и лук выращивается на капельном поле В большинстве своем случаев, но дожди ливневого характера никто не отменял Поэтому фунгицид обязательно должен обладать устойчивостью к смыванию Итак, дорогие друзья, если исследовать всем этим относительно простым правилам Знать фазы развития культуры, знать свойства препаратов И главное, делать обработки заранее, заблаговременно То наш лук можно легко уберечь от переноспороза И добиться, чтобы он пошел в склад абсолютно здоровым Уважаемые слушатели, с вами был Сергей Кумов Технический эксперт по овощным культурам Сегодня мы поговорили о том, как уберечь лук от переноспороза В следующем выпуске я предлагаю поговорить о не менее значимом патогене Это альтернариоз Всего доброго, до новых встреч Это подкаст «Сингенты»